Квентин Тарантино феноменальный режиссер, который смог влюбить в себя целый мир, но только как у него это вышло? Когда я делаю фильм, я хочу, чтобы он стал для меня всем, чтобы я готов был умереть ради него. Такой подход делает Квентина самым народным режиссером за всю историю кино, потому что неважно, кто вы или откуда, у вас точно есть один любимый фильм Тарантино. И сегодня я рассказываю про это все не просто так, потому что у меня для вас есть целых две новости. Одна хорошая и одна плохая. Хорошая новость состоит в том, что новый фильм Квентина Тарантино уже совсем скоро выйдет на большие экраны, но вот плохая новость, что это будет его последний фильм. Так давайте же не будем о плохом, а вспомним все девять фильмов нашего любимого маэстро. Ну что, поехали! Но держите в голове, что у Квентина нету плохих фильмов, и все они заслуживают вашего просмотра. Джанго я ставлю на последнее место, потому что это, наверное, единственный фильм, который я бы не захотел пересматривать. Если любой другой фильм Тарантино обладает какой-то специфической фишкой, будь то уникальный жанр или какой-нибудь замудренный подход к съемке, то про Джанго я просто ничего не могу вспомнить. Да, это первый вестерн, который снял режиссер, и учитывая его любовь к жанру, удивительно, что он взялся за него так поздно в карьере. Наверное, главная проблема моего равнодушия к этому фильму строится вокруг самого Джанго. Он получился слишком сухим и поверхностным, особенно на фоне таких персонажей, как доктор Шульц, или же главных злодеев, да даже второстепенные персонажи получились куда ярче, чем главный герой. И как бы да, у Джанго есть геройский путь от раба до хозяина своей судьбы, но этот путь ощущается как-то бездушно и натянуто. Джанго все время находится под присмотром очень умного и опытного охотника за головами, и складывается ощущение, что он всего лишь наблюдатель его истории. И дабы дать дорогу нашему герою, доктора Шульца просто в конце пришлось выпилить из сюжета, и мне вообще не понравилось, как это произошло. Ну то есть доктор просто застреливает Леонардо Ди Каприо из принципа с фразой «Извини, не смог удержаться». Во что вообще не веришь, потому что он умный и хитрый, и по-любому не стал бы лезть на рожон, когда вокруг него стоят вооруженные люди. И как бы ладно, Шульц умирает, а Джанго спасает свою женщину, убивает негодяев, но ведь фильм растягивается еще на целых 45 минут буквально искусственно. Джанго должен был отделиться от доктора Шульца еще в середине истории, и как-то самостоятельно дойти до своей женщины, чтобы доказать нам и себе, что он достоин ее спасения. Тогда бы фильм был короче, но при этом динамичнее по темпо-ритму. Есть ощущение, что сценарий нам намеренно навязывает то, что происходит в конце, особенно становление героя Джанго, когда он в сто раз круче на второй перестрелке, чем был в первой, хотя между ними прошло очень мало времени. И еще по какой-то причине я вообще не чувствую, что это тарантиновский фильм, не считая того, что у него есть очень смешное камео в конце фильма. Это просто попсовая сказка в духе Одиссеи, которая не дает мне никакого уникального опыта, как это делают другие фильмы Тарантино. И, наверное, единственное что-то нестандартное в этом фильме, это рэп-песня, которая используется как саундтрек к перестрелке. Эта сцена, кстати, появилась после не самых хороших тестовых показов. Тарантино попросил доснять фильм, при этом урезал себе гонорар и премию. Мне кажется, что у фильма достаточно больше потенциал, чем то, что он нам в итоге преподнес. Особенно грустно понимать то, что в этом фильме еще должен был быть Кевин Костнер и Курт Рассел. Оценивая фильм, Дэвид Томсон написал в New Republic следующее. Кровь брыжет из тел так же, как и сперма брыжет в порнофильмах. Она не может дождаться момента, когда вырвется из тела. Возможно, я просто славянский паренек, который не понимает культурной значимости этого фильма для Америки, потому что до этого никто не поднимал тему рабства так, как это сделал Квентин. Недаром он получил за этот фильм Оскар как именно сценарист. Ну как бы да, респект, это клево, но у меня нет каких-то сакральных чувств к этому фильму. Короче, один раз посмотреть можно, но каких-то эмоций до, во время и после съемок этот фильм у меня не оставил. Говоря о том, что фильм вызывает эмоции еще до просмотра, я имею ввиду именно Омерзительную Восьмерку. Визитной карточкой фильма является формат съемки на 70-мм пленку, из-за чего Тарантино удалось добиться нереальной широты кадра. И да, даже при учете всей душности Восьмерки, я бы с удовольствием посмотрел ее еще раз в кинотеатре, на том самом пленочном формате, на который Тарантино делал такой большой акцент. Идея фильма о восьми негодяях пришла Тарантино сразу же после съемок Джанго. Возможно, поэтому фильм чувствуется самым непроработанным с точки зрения событий. Смотреть за детективным расследованием в стенах одной хижины интересно, но это явно развлечение на любителя. Омерзительная Восьмерка структурно и идейно крайне сильно перекликается с Бешенными Псами, самым первым фильмом Тарантино. И так как Восьмерка так низко в списке, догадайтесь, какой подход оказался более выигрышным. Все равно я ценю Восьмерку за то, какая история с ней приключилась во время начала съемок. Сценарий слили в сеть, и это так сильно ударило по сердечку Тарантино, что он решил даже не снимать фильм. Спасти ситуацию смогла фан-база, которая долго уговаривала Тарантино продолжить съемки, а также читка этого сценария всеми актерами прямо на сцене театра. Кстати, в театральном формате, мне кажется, Восьмерка была бы гораздо лучше, чем фильм, потому что в театре, возможно, показать замкнутость пространства будет интереснее. Также это единственный фильм Тарантино, к которому была написана оригинальная музыка, то есть он не использовал подборки песен, как это делал до этого. Легендарный композитор Эннио Мариконе получил за этот фильм свой единственный Оскар, хотя в его фильмографии практически сотни фильмов, которым он приложил руку как композитор. Дабы передать давящее чувство напряжения, Мариконе затюнил свой старый саундтрек из фильма «Нечто», и получились не менее фрустрирующие хоррор-звуки. И хоть по итогу мало кто остался впечатлен этим фильмом, но признайте, какой еще фильм за последние 10 лет выходил в этом формате. Поэтому Омерзительную Восьмерку можно считать интересным экспериментом и данью уважения истории. Притом при пересмотре будет интересно наблюдать в первую очередь на визуал фильма, нежели чем на историю, потому что зная сюжетные повороты, смотреть уже становится не так интересно. Джеки Браун, наверное, самый непопулярный фильм Тарантино. Он был написан по мотивам романа Леонардо Элмора. Новый подход Квентина к созданию истории фанатам не пришелся по вкусу. Кто-то из кинокритиков писал, что Джеки Браун полюбят те, кто до этого не любил фильмы Тарантино. Но на самом деле от Квентина тут очень и очень многое. Мастерство написания историй и проработанных персонажей, музыка жанра соул, щепотка криминальности и душевности. В общем, все то, за что мы его любим. К тому же это один из самых личных фильмов режиссера. Квентин с детства восхищался Пэм Гриер и во время работы над фильмом развесил ее постеры по всему офису. И всячески пытался затащить ее в свой фильм, хотя она не верила, что вокруг нее может быть такой сильный ажиотаж. Ради более правдоподобной передачи настроения и истории, Квентин переехал в район, в котором вырос, чтобы воссоздать неподдельный дух самой книги. Так что это большое заблуждение, что Джеки Браун был сделан по ошибке или что Тарантино заставили продюсеры. Сам Тарантино в будущем скажет, что хотел сделать этот фильм, чтобы поблагодарить автора книги, который воспитал в нем сценариста. В итоге мы получили очень трогательную историю об уставших от жизни людях, которые пытаются вырваться из бытового однообразия и криминальной авантюры. Как интересно высказывался другой кинокритик, Джеки Браун это один из редких фильмов, в которых сумма лет целующихся людей переваливает за сотню, и это не кажется мерзким. Возраст актеров и вправду очень хорошо отражает тему фильма. Актеры, которые повидали за свою жизнь как взлеты, так и падения, не должны были даже играть. У них все было на лице. Самым ярким персонажем фильма является Ордл. Тарантино подходил по уникальному к написанию этого героя и целый год копировал манеру персонажа. Я считаю, что Джеки Браун незаслуженно забыт фанатами кино. О нем говорят очень странные вещи. К минусам относят отсутствие нелинейного повествования, но как бы не все фильмы должны строиться нелинейно правильно. Кто-то говорил то, что фильм нужно смотреть как череду зарисовок или хэнгаут муви, который раскрывается лучше при втором или третьем пересмотре, что так же странно, здесь есть авантюрный криминальный сюжет, за которым интересно смотреть. Короче, если вы видели все фильмы Тарантино, но не смотрели Джеки Браун, потому что это не его оригинальный сценарий, то я рекомендую вам исправить свое мнение. Это не угроза, если что. Вот что я точно не ожидал, что мне понравится доказательство смерти. Как и Джеки Браун, этот фильм является недооцененным в сообществе фанатов Тарантино. На самом деле, это детально проработанный киноэксперимент, который был неким отдыхом для самого Тарантино. Это показывает его мастерские навыки по рассказыванию истории, даже там, где он ее особо-то и не хотел рассказать. Как говорил кинокритик Элвис Митчелл, «Даже у машины есть своя собственная жизнь. Вот настолько Тарантино относится трепетно к своей работе». Будучи фильмом категории «Б» и желая просто оттянуться со своим другом Робертом Родригесом, сделав лично для себя рабочий вакейшн и киноэксперимент, мужики решили снять андерграундный фильм в забытом жанре, который так-то и жанром назвать на самом деле трудно. Получилось дерзко и обескураживающе. У фильма интересная структура повествования. Нас знакомят с героями, показывают их вечер, развивают события, а потом БАМ! Она прерывается, начав новую линию. Это интересный подход, раскрывающий главного злодея, которого сыграл Курт Рассел. Он буквально прерывает жизнь персонажей, с которыми мы только познакомились, отчего за новых героев переживаешь еще сильнее. Мне очень нравится, как Тарантино написал персонажа каскадера Майка и то, как Курт Рассел его сыграл. Но вы только посмотрите, как смачно он хавает. В кино есть интересное правило. Чтобы показать, какой персонаж сейчас доминирует в эпизоде, он должен кушать, пока остальные нет. И тут это вывели на максимум. Крупный план, облизывание пальцев, причмокивание. Курт Рассел знает свое дело. Доказательство смерти это яркий пример того, почему не стоит читать описание фильма и смотреть трейлеры перед началом просмотра. О фильме я знал только то, что каскадер Майк очень мутный тип и что он по какой-то причине будет таранить на своей машине героиню Зои Белл. Этой информации достаточно, чтобы быть прикованным к экрану до самого конца, потому что из этого рождается интрига. В этом фильме также раскрывается гений Тарантино по написанию диалогов. Здесь большинство бесед сугубо женские. Притом это звучит настолько естественно, как будто это и писала женщина. Не подумайте, это не какой-то стереотип или предвзятое отношение, но оно правда звучит очень бодро и по-девичье. Такой подход очень сильно байтит мужскую аудиторию. В фильме очень мало разнообразных мужских персонажей, а те, кто появляются в кадре, просто хотят залезть под юбку к нашим героиням. И в этом есть толстая ирония этого фильма. В какой-то момент два героя друг другу скажут, что уже устали от этого женского трёпа, но они сходятся во мнении, что им стоит потерпеть, чтобы девчонки взяли их с собой на отдых в домик. И блин, Тарантино же делает то же самое. Он заставляет нас быть частью женской кампании и думать так же, как мужские персонажи этого фильма, чтобы к концу наказать напыщенный и переполненный супер-важностью образ мужчины. Об этом и финальная песня, которая вместе с титрами супер-резко вклинивается в фильм. Там текст из разряда «Папаша, переставай бегать за девчонками, иначе останешься один». В случае с фильмом тебя ещё и от**дят. И в принципе, этому фильму можно приписать лучшие экшн-сцены, потому что всё то, что вы сейчас видите на экране, сделано без страховки самой Зоей Белл. И они действительно на огромных скоростях гоняли без страховки, держась за какие-то обычные ремни. И хоть в других фильмах Тарантино есть более красочные сцены, но эта правдоподобность явно выделяет доказательства смерти. Наверное, никто в мире никогда не делал любовное письмо таким низкобюджетным и откровенно плохим фильмом. В обёртке подсарапанной плёнки, фиговых монтажных склеек, на самом деле лежат очень интересные задумки, яркие герои с острым языком, и, наверное, вторая по счёту, самая удовлетворяющая сцена наказания злодея. А о самой удовлетворяющей поговорим попозже. Это очень яркий пример фильма, режиссёр которого обладает нереальными яйцами. Они же Боллс. Потому что, понимаете, получить права на то, чтобы снять такой вызывающий на тот момент фильм, для Тарантино казалось чем-то невозможным, но у него это получилось. Я не буду рассказывать долго историю о том, как он через знакомых смог выбить себе хоть какой-то бюджет, но даже для такого дебютного фильма миллион с хвостиком — это очень маленькие суммы. Учитывайте то, что в этом фильме хотелось сняться большое количество актёров, даже Джордж Клуни, Кристофер Уокер и Дэнни Хоппер, но та команда, которая получилась, мне кажется, просто идеальной, и вы в этом согласны. Как позже признается сам Тарантино, ему настолько сильно понравился этот актёрский состав, что он был готов просто посадить этих мужиков в белых рубашках на фоне белой стены, и без какого-либо сценария у него бы получился отличный фильм. И да, химия между героями работает очень хорошо, даже при учёте того, что некоторые персонажи достаточно быстро из сюжета пропадают. Харви Кейтель вписался в проект, потому что его удивил новаторский подход Тарантино к уже достаточно задолбавшему жанру. Повсюду были боевики или же фильмы про ограбление, но только здесь фишка была в том, что это фильм про ограбление без самого ограбления. Вообще, так получилось, что все актёры изначально должны были играть совершенно другие роли. Например, изначально Майкл Мэтсон хотел быть самым нейтральным псом из всех, но Тарантино увидел, какой он тихоня и добряк, и подумал, что в его вот этом щенячьем выражении лица будет достаточно интересно играть именно образ мистера Белого, который просто наглухо отбитый маньяк. Чтобы вы понимали, насколько Майкл Мэтсон действительно душка, во время съёмок у него родился ребёнок, и об этом знала вся съёмочная группа. И в день съёмок той самой сцены с отрезанием уха, привязанный к стулу полицейский, сказал фразу, которая не была в его репликах, а именно «Не убивай меня, у меня недавно родился ребёнок». Это настолько сильно растрогало Майкла Мэтсона, что он попросил больше не использовать эту реплику на дальнейших дублях, иначе он просто не смог бы играть. Но первый дубль, конечно же, пошёл в итоговый монтаж. Роль мистера Розового Тарантино писал изначально для себя, но когда к нему пришёл Стив Бушем и попросил её напрямую, Тарантино очень скептически к этому отнёсся. Послушав его пробы, он встретил его в туалете и сказал «А, да, кстати, ты теперь мистер Розовый». Вообще, Тарантино просто гений убеждения. Как и в этом фильме, так и во многих последующих своих работах, он будет убеждать других людей вступить в его проект, буквально просто приглашая домой и распивая немножко пивка. А может, не только пивка. Ну, короче. Таким образом, Тарантино стал закадычным другом Тима Рота, который изначально не хотел играть мистера Оранжевого. Но через этот метод убеждения Тим Рот понял, что роль мистера Оранжевого точно для него. Съёмки фильма заняли всего лишь 35 дней, но это не значит, что они были лёгкими для начинающего режиссёра. Он хотел передать определённый оттенок крови, который был бы максимально-максимально ярким. Для этого он снимал фильм на определённую плёнку, которая сильно выкручивает цвета, делая красный максимально кровавым, а чёрный прямо чернее чёрного, который убирал бы вот это вот молоко, которое есть в других фильмах. Ещё во время съёмок эпизодов на складе Тарантино включал обогреватель до 43 градусов. Это нужно для того, чтобы лица героев потели, и мы бы ощущали накал страстей между ними ещё сильнее. Из-за этого краска на одежде Тима Рота присыхала намертво, и его приходилось сильно отдирать по несколько минут для того, чтобы поставить на ноги. И если вы думаете, что это история про клёвых ребят, которые неудачно пошли на ограбление, то вы ошибаетесь. У фильма есть глубокий подтекст. Когда Тарантино был на фестивале Sundance, он показал там свой сценарий, ещё первую его версию. Кинокритики спросили, а есть ли в этом фильме какая-то глубина? И Тарантино стал сильно копать в этот вопрос, и понял то, что ему не хватает какой-то фишки. Этой фишкой стало тесное отношение между героем Харви Кейтеля и Тима Рота. Тарантино перенёс свой личный опыт жизни без родного отца в детстве на этот фильм, превратив эту историю в некое раскаивание сына перед отцом. Поэтому поза, в которой герой находится в самом конце, очень сильно напоминает картины о возвращении блудного сына. Первых критиков, фильм Тарантино, конечно же, шокировал. Они повторяли из раза в раз, что в фильме нет ничего от реальной жизни, а только лишь кровь и насилие. Но находились также и те, кто хвалил подход Тарантино к мастерской манипуляции с человеческими эмоциями и повествовательной сложными приёмами. В итоге, негативная реклама сыграла Тарантино только на руку. О фильме узнали по всей стране, и он стал расходиться, как горячие пирожки на ВХС. И да, несмотря на насилие, фильм людям понравился. Это фильм, который просто наполнен огромным количеством ярких и запоминающихся эпизодов. В одних герои просто хорошо друг с другом тусуют и пытаются раскрыть свои характеры или же обсудить реализацию этого грандиозного ограбления. А в других эпизодах мы как на иголках сидим, чтобы узнать главную интригу фильма. Кто же их всё-таки сдал? Касательно этого новаторского подхода к написанию диалогов для своих персонажей, Тарантино сам скажет «Я просто даю своим персонажам возможность импровизировать и как стенограф записываю всё, что они скажут». Чтобы вы понимали, моя обсессия с бешеными псами в своё время была настолько сильной, что мы с другом просыпались с утра, чтобы пойти в какой-нибудь дайнер и буквально повторять методику героев общаться друг с другом, поедая какой-нибудь гамбургер или блинчики. С бешеных псов Тарантино получил всего лишь 50 тысяч долларов, но зато следующий фильм его точно золотит. Ребята, ну это криминальное чтиво. Я его ставлю на это место, потому что оно уже со мной как кровь или кислород. Вот точно так же, как пещерные люди в своё время открыли огонь, сейчас мы на него смотрим как на что-то естественное. И то же самое с криминальным чтивом. В какой-то степени криминальное чтиво, которое очень сильно опирается на поп-культуру, само стало частью этой поп-культуры, перейдя из обычного фильма в некий стиль жизни. Оно популяризировало определенный стиль в одежде, возродило любовь к серф-року и заставило нас спорить, кто же круче, Бетлы или же Элвис Пресли. Вообще, факт того, что такой прорывной и нестандартный фильм случился, это чудо. Тарантино просил увеличение бюджета, какие-то нестандартные запросы, и продюсеры говорили, а к черту, держи деньги, хотя не понимали, зачем это надо. Ну или до конца не понимали. Такой прорывной авторский фильм побудил студии охотнее давать зеленый свет режиссерам-новичкам. Тем не менее, это хорошо поставленный фильм, с безумно огромным количеством запоминающихся героев, сцен, песен, чего только в нем нет. Если вы не знаете, какой фильм показать начинающему киногику, да поставьте ему криминальное чтиво, и он кайфанет. Ну и че мне еще говорить? Давайте фактов о фильме накидаю. Еще со времен Бешеных псов Тарантин работает с запечатанной машинкой, которую ему подарила его бывшая девушка. Стоп, то есть подарки от бывших можно себе оставлять. Сам сценарий криминального чтива был настолько толстый, что ни один продюсер не брался за его дистрибьюцию. К счастью, он попал в руки одному мужичку, которого лучше, видимо, сейчас не называть, и он назвал его телефонной книгой из-за объемов 159 страниц. Забавно то, как Тарантин работал с Брюсом Уиллисом. Квентин думал, что с ним будет тяжело работать, потому что Брюс Уиллис был известен за свои советы, даже съемочной группе или осветителем. Но все обошлось, и Брюсу Уиллисон столько сильно нравился сценарий, что он ничего не предлагал менять, кроме, возможно, одной фразы. Ума Турман поначалу не хотела участвовать в фильме. Ей не нравились сцены, где ее мужа насилуют, но Тарантино убедил ее через долгие разговоры и посиделки за пивом. А вот эту сцену снимали задом наперед, чтобы не пробить Уме Турман грудак. При этом фильм породил множество теорий и загадок, которые до сих пор являются неразгаданными. Если миллион людей и посмотрят мой фильм, я хочу, чтобы у них в головах получился миллион разных фильмов. Вот что отвечает режиссер, когда у него спрашивают, а что же было в этом золотом чемоданчике. Но я бы у него лучше спросил, что же значит резервуарные собаки. До бесславных ублюдков Тарантино все время монтировал фильмы со своей близкой подругой Салли Мэнтой. Вот как она отзывалась об их совместной работе. Наш стиль заключается в подражании, а не в преклонении. Речь идет об изменении контекста киноязыка. Мы стараемся его освежить внутри нового жанра. И бесславных ублюдков Тарантино позиционируют не просто как фильм о Второй Мировой, а как совмещение военного фильма и спагетти вестерна. Я это уже много раз повторял, но это еще один смелый фильм Тарантино. Это не классический фильм о Второй Мировой, который смотрит твоя бабушка. Потому что, скажу открыто, я уже устал от этих фильмов. Можно сделать подборку из 10-15 фильмов, которых хватит для того, чтобы понять и саму историю, и жанр. Но люди продолжают паразитировать на этом, создавая бесконечное количество однотипных и абсолютно проходных фильмов. Бесславные ублюдки же являются таким веселым, авантюрным приключением, в котором ты получаешь удовольствие того, что истинное зло наказывается. Притом, это не делается в лоб, когда тебе говорят, ну вот это плохие ребята исторически, значит мы их не любим. Тарантино очень грамотно портретизирует этот адский образ нациста, благодаря чему мы вместе с героями хотим его уничтожить. Гитлер, как глава этого зла, никогда не являлся художественным персонажем. Его просто показывали как образ, который должен сразу же вызывать у нас негативную реакцию. Но вот Ганс Ланда по ощущениям в иерархии стыд даже выше Гитлера. Он одновременно вызывает и настоящий животный страх, и при этом удивление его навыкам и сноровке. Больше всего мне нравится то, как построен сюжет. У нас есть две параллельные линии. Одна Шошаны, вторая же этих самых ублюдков. И самое комичное то, что в итоге героями становятся ублюдки, как будто они спасли мир от нацистов. Но на самом деле за них всю работу сделала Шошана. А они же туповатые, но крутые ребята, которые часто оказывались в ситуациях на грани смерти. Единственное, что я не понимаю, это сцена в начале. Вернее, она хорошая, безусловно. Но то, как ее преподносят в обществе, меня уже подзаебало. Ее называют Квентинсенцией. Ну, поняли, типа Квентин и Квинтэссенция, да, совмещение слов. На самом деле, она, ну, нормальная, она хорошо работает, но при этом людей просто шарашит тот факт, что в подвале находились люди, которых вот этот француз скрывает, а Гонсланда пытается узнать, есть ли они там на самом деле, хотя, в принципе, он уже об этом и догадывается. Ну, то есть, это даже не назовешь игрой в кошки-мышки. Мы видим, как Гонсланда постепенно прессует его, переходя из дружелюбного паренька в злобную тварь. Еще все говорят, что вот эта трубка гениальная серия «Ха-ха-ха, посмотрите, они меряются писюнами». Ну, типа, «Да, окей, я понял, но не надо прям настолько сильно преувеличивать, окей?» Короче, меня не туда понесло. Сцена отлично задает тон всему фильму, само повествование в нем просто блестящее, куча отсылок на фильмы, чудесный саундтрек, отличное исполнение актеров и некая миметичность всего того, что происходит. В фильм очень негативно встретили те люди, которые фанатеют по истории. Ну, то есть, какие-то дурачки, потому что, с их точки зрения, то, что было показано в фильме, не происходило в реальности, соответственно, оно не должно быть. Но это ж полный бред. Это, наоборот, очень сильный прием, потому что Тарантино играет с нашими ожиданиями и знаниями, из-за чего сцена с поджогом кинотеатра и моментом, когда Гитлеру приходит капут, ощущается так ярко. Тарантино очень долго вынашивал эту историю, и после череды коммерческих провалов для него она стала камбэком в индустрию. Поэтому еще забавнее то, как герой Брэда Питта в конце смотрит в камеру с фразой «Я думаю, это вполне тянет на шедевр». Ёб***ься. Честно, «Убить Билла» я хотел поставить на первое место, потому что этот фильм лучше остальных прошел проверку временем. За эти 20 лет никто не просто не смог приблизиться к Тарантино, а в целом снять хотя бы похожий фильм. Как я понимаю, Квентин периодически проводит эксклюзивные показы полной версии «Убить Билла» в своем кинотеатре Беверли. Поэтому и я решил объединить две части в один пункт. Если бы я их подробил и оценивал отдельно, то вторая часть была бы значительно ниже в списке, потому что как самостоятельное произведение оно, конечно же, уступает в креативности первой части, но все равно является крепким одновременно и оригином, и завершением истории. На самом деле, разделение «Убить Билла» на две части можно считать некой ошибкой. Изначально Тарантино планировал один гигантский эпик, но студии уговорили его разделить фильм на две части, чтобы зрителям было проще смотреть. С одной стороны, так рушится жесткий плод-твист о том, что дочь невесты жива, но с другой стороны, эмоции от финала первой части были бы в разы меньше. Плюс у нас появляется Клиффхенгер, а также с точки зрения драматургии, раскрытие этой тайны все равно является хорошим приемом, потому что мы, как зрители, теперь знаем больше, чем персонаж, от чего ждать встречу невесты и Билла в разы интереснее. Ума Турман и Квентин Тарантино придумали затравку для сюжета Убить Билла еще тогда, когда работали вместе над криминальным чтивом и активно бонделись. Я этот фильм просто обожаю. Невероятно амбициозный, авантюрный и эпохальный жанровый фильм, факт существования которого настоящее чудо, потому что съемки давались абсолютно всей команде очень тяжело. Ни до, ни после Убить Билла второго такого же фильма никогда не будет. Это совершенно зубодробительный аттракцион, который способен в каждой сцене преподнести невероятное количество культурных сюрпризов. Я его посмотрел достаточно поздно, когда мне было примерно 18. И то, что я офигевал от количества вещей, которые пошли из фильма, это показатель влиятельности на целый мир. Притом, это не просто экшен в азиатском сеттинге. Это первоклассный фильм с художественной точки зрения. Использование монтажа, звука, музыки, операторских приемов, да здесь абсолютно все идеально и каждый кадр просто конфетка. Клянусь, за последние несколько лет это был единственный фильм, в котором я вскакивал настолько интересно и вовлекающе прописанно, что ты постоянно задаешься вопросом а что же будет дальше. Это настолько яркий и эмоциональный фильм, что финальные титры передают ощущение завершения какой-то эпической саги на уровне киновселенной Марвел. Хотя франшиза Убить Билла, если ее можно так грубо назвать, состоит всего лишь из двух частей. И на первое место я ставлю Однажд в Голливуде, потому что мне кажется, что это наилучший Тарантино экспириенс, который можно получить за кратчайшее время. Однажд в Голливуде я бы назвал самым лучшим хэнгаут-фильмом для просмотра как в Компашке, так и в Соляново, притом со вкусной едой и чем-нибудь крепким или хотя бы прохладительным. Такой доскональный в плане знакомства с эпохой и закулисьем индустрии и красочный в плане декораций фильм смотрится на одном дыхании. Еще Однажд в Голливуде очень знаковый фильм для меня, потому что именно с него началась моя обсессия кино. Я ходил на него в кино шесть раз, водил на него своих друзей и родителей, оценивал как оригинальную озвучку, так и нашу с Буруновым. Я считаю, что это лучший сценарий Тарантино, потому что он очень интересно заигрывает с ожиданиями зрителей и не только неожиданно переписывает историю в лучшую сторону, но также закольцовывает три очень глубокие и трогательные человеческие арки. Шерон Тейт, которая в свое время вызвала у многих недоумение по поводу своего короткого пребывания на экране, на самом деле является неким сердцем и ядром фильма, олицетворением доброго и беззаботного духа истинного любителя кино. И пока ее мужские коллеги по цеху разбираются, кто круче или кто же заслуживает роль, она просто наслаждается своим фильмом и неловко стесняется от реакции зала. Я вижу этих персонажей своеобразной большой киносемьей и Клифф Бут с Риком Далтоном это старшие братья, которые не дадут в обиду свою младшую сестру. Интересной фишкой также еще является факт того, что это переосмысление всего творчества Тарантино. До этого наш дядя всегда обыгрывал какой-то андерграундный или близкий его душе жанр. Но однажды в Голливуде не относятся ни к кунг-фу месиву, ни к грандхаусу или к вестерну. За место одного ярко выделяющегося жанра у нас здесь целое воссоздание эпохи. Не только кино, но и всего мира через призму душевного бадди-муви. И как бы у нас хэппи-энд, все победили и герои достигли своих целей и желаний, но при этом нам на душе очень тоскливо. И эта заключительная музыка, вся мистическая и проникновенная прямым текстом нам показывает, что случилась какая-то магия, что-то чудесное. И благодаря этому мы можем со скрипящими котами на сердце посмаковать добрый момент хоть и на экране. Это интересно, потому что Тарантино как бы переизобретает классическую структуру концовок и выводит ее на какой-то новый мета-уровень. Почему эта концовка нестандартная, я расскажу вот в этом видео. Или вот в этом. А что же будет в десятом фильме Квентина? Ну, осталось немножко подождать. Я обещаю, что смогу посмотреть фильм на кинофестивалях и поделиться впечатлениями с вами как можно скорее. Так что, чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал и мы не прощаемся.